Ну а настоящий азиат таким и должен быть. Добрым к людям. То есть, понятное дело, что он не будет вилять хвостом, если в дом войдет злоумышленник. Просто пес должен четко знать, как и с кем себя вести в той или иной ситуации. И главное, быть управляемым. А все эти истории про алабаев, которые кидаются на прохожих на улице, это, к сожалению, последствия неправильного воспитания. Много позиционируют эту породу как бойцовую породу, хотя это не так, в общем-то. Нельзя назвать то, что происходило на исторической родине, боями. Это были именно такие лайтовые тестовые испытания, чтобы понять дух собаки. То есть, не было убийств у них, между видовых. Если это бой, то это не до покалечивания, не до крови. То есть, это было ритуально, именно ритуально, чтобы понять дух какой-то конкретной собаки. Как она будет противостоять хищнику. Алабаев выводили в Средней Азии для защиты от оровец, от волков. Поэтому, конечно, эти собаки должны были быть массивными и бесстрашными. Но к людям они не должны были проявлять агрессию. Иначе, как пастуху совладать с такой силищей? Чабанами изначально отбраковывались злобные, излишне злобные собаки, трусливые, излишне агрессивные собаки, лающие, воющие по ночам, уходящие куда-то. То есть, в итоге, они получили породу очень надежную в работе, очень уверенную, такую собаку, которой можно доверить свое. Так что, если вам нужен именно охранник на участке, то, конечно, да, среднеазиатская овчарка – одна из лучших для этого пород. Эти собаки не будут лаять попусту до хрипоты или бросаться на каждого, кто зайдет во двор. Но только азиата нельзя сажать на цепь или в вольер. Вольер нам для чего? Для того, чтобы, если вот приехали люди, приехали, гости собак, чтобы не мешалось, ее закрыли, как бы и все. Потому что, если выращивать азиата в вольере, что он будет охранять? Свой вольер? Ему это совершенно не надо. Он как бы либо вырастет злобарем, либо как бы ничего не будет делать по своему предназначению. Поэтому собаки должны быть в свободном полете. Но не переживайте, носиться по участку и топтать грядки азиаты не будут. Вообще, заводчики говорят, что эта порода для ленивых и не для ленивых одновременно. С одной стороны, они довольно флегматичны. Им не нужны активные игры, долгие прогулки. Вон, да эти, лучше под кустиком полежать. Но, с другой стороны, эти овчарки от природы упрямы. И хозяину придется очень постараться, чтобы собака слушалась его с первого раза. Если человек не будет ничего делать с этой собакой, то, собственно, он с ней не справится и не управится в какой-то критической ситуации. Ситуации бывают разные. Мало ли что. Кто-то зашел, кто-то вот соседи постучали. Еще что-то. Ну, то есть, собаку нужно воспитывать. Кстати, воспитывать среднеазиатскую овчарку придется дольше, чем, например, немецкую. Нет, она ничуть не глупее, просто взрослеет позже. Растут-то они быстро и в полгода выглядят уже как здоровые и серьезные псы. Но на деле это еще малыши. Азиаты до трех лет считаются щенками. Молодежник. Как все дети. Эту особенность алабаев надо учитывать не только при воспитании щенка. Из-за того, что они так быстро растут, у них могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Такие собаки быстро набирают массу тела, да, и за счет этого у них нагрузка идет на кости. Часто бывает вальгусное изменение задних конечностей. Это когда они, в общем-то, уходят таким вот образом, да, изогнутым, их сообразным. Это тоже недопустимо, соответственно. И кормление щенка тоже за весом щенка нужно обязательно следить. А в остальном это здоровые животные с крепким иммунитетом. Ну что, давайте тогда подытожим и взвесим все за и против. Итак, плюсы. Крепкое здоровье. Неприхотливые. Хорошие охранные качества. Минусы. При неправильном воспитании могут быть агрессивными. Не подходят для квартирного содержания. Возможны проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ну и еще. Если позволяет площадь, среднеазиатских овчарок лучше держать парами. Это стайные собаки. Они, когда овец охраняли, работали, так сказать, в команде. Да им так и веселее будет. А то одна собака от скуки может хулиганить.